Друзья, всем привет! Наверное, все вы помните о таком легендарном смартфоне Redmi Note 7. На канале он очень часто мелькал, было очень много видеороликов, да и в принципе фан-база у этого смартфона была очень большой. Но вот прошло время, и разработчики, ну скажем так, по естественным причинам его прекратили поддерживать. Но, как вы понимаете, что HyperOS можно на него поставить, ну и потому давайте рассмотрим, как же он вывозит в 2024 году всю эту историю. Поэтому присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Что же, это тот самый Redmi Note 7, с которого в принципе и начался буст моего канала. И как бы у этого устройства есть такой маленький нюансик и моментик. Наверное, те, кто с моим каналом давно, знают, что во время одной из съемок у меня просто отвалилась клавиша питания. И для меня это было очень неожиданно. Ну и как бы прошло время, я на эту всю тему подзабил, и он у меня просто находится в чехле. И поэтому из чехла его не достаю, чтобы клавишу питания не потерять. Последняя прошивка, которая была на него доступна, это была MIUI 12.5, по-моему. И как бы, понятное дело, что хочется чего-то нового. И вот, пожалуйста, XTB HyperUI, которая идет на это устройство. Сразу говорю, что да, как бы устройство не новое, могут быть небольшие фрезы подвисания. И в комментариях не стоит об этом писать. И потому, насколько максимально можно было улучшить и оптимизировать прошивку, мы в принципе это и постарались сделать. Что вообще HyperUI из себя представляет? Тут еще сделать важное уточнение, что тут именно HyperUI Lite. То есть, если качать там, допустим, HyperUI полную версию, там будут еще дополнительные фишки. О которых, кстати, на канале я не особо часто упоминаю. Если вам эта тема будет интересна, дайте об этом знать в комментариях. В целом, это устройство запускается адекватно. Все настройки раздела открывает. Да, тут у нас не 14-й Android, а у нас здесь с вами будет 13-я версия зеленого робота. Вот, пожалуйста. С 14-м Android-ом там были определенные приколы. Но, возможно, в будущем мы попробуем эту всю историю устранить. Все необходимые разделы, которые нас с вами интересуют, они есть. В частности, из таких громадных фишек, которые, наверное, вас заинтересуют, это, конечно же, наличие полноценной кастомизации. И вы тут можете все возможные настройки делать. Кто-то сейчас может в комментариях написать, насколько к этому устройству больно и перестаньте его насиловать. Но, опять же, поддерживать его так как-то нужно. И выпускать прошивки тоже необходимо. Потому что, я еще знаю, есть люди, которые с Redmi Note 7 ходят на постоянной основе. Что касается обоев, также вас, возможно, эта тема заинтересует. Тут есть по умолчанию супер обои. Луна, заснеженные вершины, ну и так далее. То есть, полная палитра супер обоев у нас с вами присутствует. Еще есть фишка, которая называется как взаимосвязанность. Но в плане ее работоспособности наблюдаются определенные проблемы. То есть, у нас может либо совместиться с планшетом, либо же наоборот нет. Ну, то есть, оно как-то через раз работает. Опять же, не говорю, что это прям супер большой косяк. Но, опять же, данная фишка есть. И, в принципе, то, если повезет, она у вас заработает. И вы сможете совмещать планшет и смартфон. Но мы с вами идем далее. Что еще из интересного можно отметить по данной прошивке на это устройство? Конечно же, это разнообразие разных фишек. В частности, для экрана блокировки. Это у нас, конечно же, ярлыки боковой панели можно настраивать дополнительно. Это можно у нас еще настроить вид анимации зарядки. И можно еще активировать опцию меню питания. То есть, доступ к меню питания на экране блокировки. Для чего условно эта фишка нужна? Если вы, к примеру, нажмете на устройство в кармане на клавишу питания, то оно у вас может перезапуститься. Самый неподходящий момент. Если вам это не нужно, то вы нажимаете на этот тумблер. И с экрана блокировки вы никуда перейти не сможете. По строке состояния. Что еще из интересного? А также есть много разных фишек. Там можно поймать LTE вместо 4G. Там разные стили индикатора батареи выставлять. Вырез в выбранных приложениях. Доступ на экране блокировки. А также значки строки состояния. Да, кстати говоря, с этой проблемой очень многие мучаются на глобальных прошивках. Потому что разработчики без нашего ведома просто взяли и все это дело похерили. В нашей же прошивке можно самостоятельно выбирать, что будет показываться, а что наоборот не будет. По рабочему столу. Это, наверное, самая такая прикольная тема для данного аппарата. Это то, что есть большая палитра разных опций и функций. И самого основного, что я бы выделил. Это, конечно же, можно активировать разные анимации. То есть вы выбираете, как у вас все это будет проявляться. Можете активировать размытие или же наоборот его убрать. Можете там всевозможные еще старые анимации проявления активировать. Но самое крутое и самое, наверное, вкусное это то, что расположение объектов в недавних можно сделать под стиль iOS. Да, вы можете сказать, что можно скачать там модулируют, право и тому подобное. Несомненно, однозначно, не спорю. Но вот в данной прошивке как бы это есть уже по умолчанию предустановлено. И то есть, когда вы, допустим, там откроете камеру. Да, кстати говоря, она полностью рабочая. Не переживайте. То есть вы не будете наблюдать каких-то там проблем в плане того, что вы сфотографировали. И дальше не имеете доступа там, ну, к примеру, к фотографиям. Дальше. MiOS ванилка. Небольшие лаги, понятное дело. Но, опять же, этому устройству уже это все простительно. Выходим в недавние. И вот, смотрите, такой интересный стиль расположения недавних. Да, фича крутая. И я лично этим пользуюсь. Также, кого еще смущает вопрос насчет шторки. Она у нас тут новая. Смартхаб у нас рабочий. То есть, также вы сможете видеть подключенные устройства к своему аппарату. Ну и плюс гибко настраивать, допустим, ту же шторку, чтобы она у вас быстрее открывалась. Еще по рабочему столу, если хотите поменять папочку, то тут доступны, как и обычно, три стиля отображения. Но в будущем есть планы, чтобы эту всю также палитру расширить. В любом случае, большое обилие кастомизации. Ну и, как вы понимаете, что каждый под себя сможет настроить устройство индивидуально. Теперь немножечко будет такая разговорная вставка. Если вы задумываетесь, допустим, стоит ли со своим Redmi Note 7 что-нибудь сделать. Если он у вас лежит где-нибудь там в ящичке или на полочке, то я считаю, что стоит. Но тут возникает вопрос, а что же именно необходимо устанавливать? Есть большое обилие, там, я знаю, прошивок под АОСП, есть большое обилие прошивок, там, MIUI 14, HyperOS и тому подобное. И тут уже каждый сам для себя принимает решение. Я, допустим, попробовав большое количество прошивок на это устройство, могу сказать следующее. Что если вы больше сторонник чистого андроида, то вам необходимо, конечно же, ставить АОСП. Ну и все те прошивки, которые с этим связаны. Если же вы больше сторонник такой более старой гвардии, если вам по душе именно стоковый софт, ну, однозначно, это MIUI 14, ну или же HyperOS. Придя к вопросу, вывозит ли это устройство в 2024 году все эти оболочки и надстройки, ну, объективно нет. Понятное дело, что, как бы, мы хотим многого чего-то аппарата, который, ну, уже не то, чтобы не рассчитан, но он, как бы, тогда в него не закладывались такие возможности под, допустим, тот же 2024 год и под то, что у нас есть на сегодняшний день. Но в любом случае поиграться, попробовать что-нибудь новое поставить на это устройство, я считаю, почему бы и нет. Кстати, в планах есть еще некоторые такие интересные приколюхи и развлекухи с этим аппаратом. Я вам опубликую это на канале, потому что, думаю, будет многим интересно посмотреть, насколько далеко прогресс компании Xiaomi, ну и, в принципе, ее оболочек, ушел по сравнению с тем, что было в 2018-2019 году, ну и так далее. Если же вас заинтересовала данная прошивка, то ссылку на наш проект я оставлю в описании под этим видео. А если еще остались какие-то вопросы, смело пишите их в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok